О любви. Никакое слово недостаточно для того, чтобы по достоинству изобразить любовь, так как она неземного, но небесного происхождения. Я думаю даже, что язык ангел не в состоянии в совершенстве исследовать ее, так как она беспрерывно исходит из великого разума Божия. Итак, неужели на том основании, что ее не могут в совершенстве изъяснить ни человеческий, ни ангельский язык, и мы откажемся от этого? Ни в коем случае, потому что Богу приятны и самые великие жертвы у богачей, но в то же время приятны бывают и иные жертвы, хотя бы самые незначительные, раз они принесены лицемерно и по доброму побуждению, подобно тому, как было предпочтено дарам тех, которые принесли много золота, жертвы евангельской вдовы, бросившей сокровищницу в две лепты. Так и мы, возлагая надежду на Господа, помощника и исправителя речей, сердечным усердием вернем сокровищницу души вашей, два динария любви. А этими двумя динариями, по моему мнению, являются две заповеди, на которых утверждается весь закон и пророки. Ведь Господь сказал в Евангелии, «Возлюбив Господа Бога твоего всем сердцем твоим и близнею твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Это две заповеди, взаимно связанные между собою. Кто исполняет первую из них и не исполняет второй, тот является чуждым и той, которую он исполняет. Подобно тому, как душа без тела, или наоборот, тело без души, не носит название человека. Точно та же и любовь к Богу, если она не сопровождается любовью к ближнему. То есть любовь и наоборот, любовь к ближнему, раз она не соединяется с любовью к Богу, не называется любовью. Вот почему редко можно встретить совершенную любовь. Язычники не знают ее, хотя, по-видимому, питают любовь друг к другу. А не чужды ей, так как не знают Бога. Иудеи, хотя имеют любящих между собою и любовь, но по Евлику возненавидели Господа закона, гласящего «Возлюби Господа Бога твоим сердцем твоим». Питали ненависть вместо любви и распяли Господа славу, как он говорит у пророка. «И положили ненависть за возлюбление мое». Псалом 108.5 Но обладают этой любовью и те, кто говорит, что Сын Божий есть создание или тварь, хотя бы они и имели любовь друг к другу. В самом деле, каким образом тот, кто любит Отца, может назвать Его Творцом и Создателем Христа, а не Родителем? Или как может говорить, что любит Сына тот, кто утверждает, что Он есть сознание, создание и тварь? Хотя бы человек, не любящий Сына, и говорил, что он любит Отца, но он все же лишен любви к Отцу. Как говорит апостол, всякий, не имеющий Сына, не имеет и Отца. Не имеют этой любви и те, кто называют созданием и тварью Духа Святого, хотя они, по-видимому, исповедуют и любят Отца, потому что если кто не имеет Духа Христова, тот не Его. Итак, истиной любовью истинною обладают те, которые православно мыслят об Отце, Сыне и Святом Духе и питают взаимную любовь друг к другу. Любовь исповедует Отца, поклоняется Сыну и словословит Духа Святого. Любовь не разделяет единство Троицы. О, любовь! Сожительница ангелов, совоспитанница отцов, сослужительница пророков, подвижница мучеников, сопричастница апостолов, союз церкви. Любовь не знает войны, не имеет врагов, водворяет мир. Любовь укращает жаждущий кровь и гнев, делает достойными уважения одаренных разумом людей. Любовь не вмещается в мире, обитает в смиренном сердце. Любовь, сладчайшая меда и молока, доставляет сладость не только устам, но изливает ее и в глубину сердца. Любовь соединяет всех, ей утверждается земное и умножается небесное. Любовь, ради которой Бог послал Сына Своего в мир, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Его в мир. За нас. Любовь научила переносить опасности на море и на суше. Любовь делает совершенным и ублажает и увенчивает мучеников. Любовь смотрит на ближнего, как на само себя, и считает свою собственную принадлежность, принадлежащую всем. Любовь считает, как бы, собственную нужду ближнего. Любовь уготовляет общую трапезу всем, как бедному, так и богатому, мудрому и неразумному. Любовь исполняет сладости, претерпевающие огорчение душу. Врачует, страдающих, оживляет смиренную. Любовь распространяет неугасимый свет девства и с усердием ищет своих. Любовь отверзает врата Царства Небесного и вводит в него венценосное девство, а равно не препятствует войти в него тем, кто проводит жизнь в честном браке. Любовь любит милостыню и уготовляет блистающие золотом венцы. Творящим ее, любовь не знает гордости и прославляет смиренных. Любовь избегает злословия и не находит удовольствия в благословении. Любовь дает и внушает согласие мужам и женам, пребывающим в супружестве, и не желает, чтобы они когда-либо разлучались друг от друга. Любовь побуждает отцов любить детей, детей слушать родителям, как господам своим. Любовь убеждает Господь быть милостивым по отношению к слугам своим и увещевает слуг искренно служить господам. Любовь исключает страх и вселяет в сердце дерзновение к Богу, как сказано. Совершенная любовь изгоняет страх. 1 Иоанна 4, 18. Любовь спила нам этот венец отцов и утвердила в нас сладостный и плодоносный корень надежды. Любовь вводит стадо в ограду церкви и питает ее неуверяющей роскошью рая. Любовь сделала единым и внимательным слух всех нас и расширила речь нашу. Любовь воспитывает тело, воспламеняет дух, убеляет душу. Любовь делает достойными уважения труды подвижников и отверзает им радостное слово Сына. Да сподобит же Господь всяческих и нас этого лона во веки веков. Аминь. Конец. 997, том 9, Иоанна Златоустца, Спурья.